Суммарный импульс системы из двух тележек, установленных на горизонтальной воздушной дорожке, при их свободном движении должен сохраняться. Система, измеряющая скорости наших тележек, может следить одновременно за двумя тележками, и поэтому мы можем определять независимо импульсы двух тележек и проверить закон сохранения импульса. Сейчас мы это и проделаем. Вначале обе тележки имеют одинаковые массы, по 200 грамм. Столкновения между ними практически упругое. Они сталкиваются через пружинки. Посмотрим, как происходит процесс движения тележек после начального толчка одной из тележек. В соответствии с законами упругого удара, первая тележка остановилась, а вторая равная масса после упругого удара продолжила движение практически с той же скоростью. Импульс системы при этом должен сохраняться. Сейчас мы посмотрим на экране дисплея графики импульсов первой тележки, второй тележки и суммарного импульса тележек после толкновения. Мы видим на экране зависимость импульса первой и второй тележки от времени. Импульс первой тележки практически равен импульсу второй тележки. Таким образом выполняется закон сохранения импульса. При ударе импульс системы суммарный не изменяется. Первая тележка двигалась, она остановилась, вторая стояла, она начала двигаться и импульс сохранился. Повторим опыт при других условиях. Теперь масса первой тележки будет 300 грамм, масса второй тележки вдвое меньше, 150 грамм. И удар будет неупругий, то есть они после соударения слипнутся. Проверим выполняется ли при этом закон сохранения импульса. Теперь мы видим на экране более сложную картину. Вот импульс первой тележки. До столкновения вторая покоилась, импульс ее был равен нулю. Вот импульс первой тележки после столкновения. Вот импульс второй тележки после столкновения. Белой линии изображен суммарный импульс. Мы видим, что в момент удара суммарный импульс системы сохраняется. Интересно, что при этом произойдет с механической энергией, с кинетической энергией системы. Давайте посмотрим. А механическая энергия не сохраняется, удар был неупругий. Энергия кинетическая до удара и после удара заметным образом отличаются. Есть потери энергии при неупругом ударе.